здравствуйте дорогие друзья уважаемые слушатели зрители но все-таки руки дошли у меня до этого белоруса поясню да во первых рубрика сейчас у нас если кто на канале у меня был ю тубе то это плейлист который о всяких бреднях научных псевдонаучных заблуждениях и искать абсурде которые медики всякие там диетологи и прочие умники высказывают дабы оправдать свое пагубное пристрастие к сарделькам они готовы ценой попрание здравого смысла человеческого логики и здравого смысла вообще в целом нести всякую чушь пытаясь это как-то донести и обмануть других так проще себя обмануть но некоторые сейчас делают youtube собственно почему я вообще начал когда-то свои вот эти видео вести теперь давайте подробнее а сейчас я скоро фильм включу вам покажу кадры этого товарища но в начале для пояснения кто это что это два слова и так как-то мне пришло письмо примерно такого содержания по памяти что юрий андреевич так сказать вот мы жители белоруссии многие кто смотрят подобные каналы обеспокоены тем как бы что появилась сети такой вот вроде умный молодой специалист доктор врач да еще кандидат медицинских наук то есть ну тут серьезное дело который говорит и якобы доказывает что строение это вредно ну и прочее значит вот посмотрите могли бы снять видео но прошло вот уже месяца два у меня не было ни секунды чтобы снять я считал более важным что-то снять в начале другое а тут думаю ну да надо действительно но просто надо немножко подробнее изучил кто это о чем он еще говорит помимо вот строение для чего я так подумал он это все делает ну и маленький обзор сейчас как раз вам представлю что ж включаем пожалуй на вот перед вами это вот так называемый онлайнер сейчас я покажу внизу что это такое миф и зош называется почему сыроедение это диагноз то есть он уже изначально так сказать ставит сыроедов как придурков хамит но я себе думает видимо очень много не знаю онлайнер это он или это у кого-то так сказать на канале просто они в том числе его размещают давайте главное послушаем что же человек нам говорит ну а потом я еще сделаю в самом конце это обязательно досмотрите до конца будет интересно что будет ближайшее время да то есть какие я сделаю еще из серии про долгожителей и так далее интересные фильмы с моей аналитикой то есть разбором ну а теперь включаем товарища встречайте встречаете давайте будем слушать что он говорит а я буду комментировать добрый день добрый зовут андрей беловешкин я врач кандидат медицинских наук и сегодня мы с вами будем разрушать миф о сыроедении прям серебряков но молодец миф одним из аргументов сыроедов является то что сыроедение естественно природно и натурально для чего как он глумится уже да то есть есть типа естественно при а как не естественно что а причем тут для человека уже идиотская постановка а мы что и с вами белой как биологические объекты из другого теста что сделаны как другие животные то есть у нас он хочет сказать биохимические процессы идут совершенно по-другому что ли ну что это за бред то есть нельзя вообще ставить так вопрос для нас а почему интересно для нас нет ну наверное он какую-то аргументацию приведет то есть почему для она то есть для животных это естественно или он хочет сказать что для всех других животных в том числе млекопитающих высших животных это совершенно как-то по-другому ведь кстати скажу вам что что биосинтез белка что какие-то иные обменные процессы любые идут совершенно одинаково что у человека что у любых видов животных ну а теперь давайте послушаем аргументацию почему же сыроедение не естественно как он считает для человека На самом деле это совершенно не так Для человека есть сырую пищу Противоестественно Это почему? То есть мы что другие биологические какие-то существа С других планет прилетели У нас совершенно там по-другому идет какая-то У нас не белковая форма жизни, наверное, да? А иная какая-то Или белки все-таки синтезируются в каждой клетке организма нашего Но из чего? Из мономеров, из аминокислот Но они должны быть живыми То есть, естественно, белки не должны быть денатурированы Ведь после 70 градусов идет полная необратимая денатурация белка То есть утеря природных свойств способности Это разрушение первичной структуры белка Полное, так сказать, разрушение живой клетки И, соответственно, свойств И, конечно, того, что живая клетка, структура, белок может передать Разрушается информация Разрушается после 70 ДНК плавится И так далее, и так далее Вот как раз это, варить и жарить Противоестественно Потому что природа просто не предусмотрела такой вариант Передачи строительного материала и энергии Но давайте послушаем, чем же он это объясняет Почему противоестественно То есть для всех естественных животных А мы люди какие-то особые Почему? Впервые огонь начали использовать еще предки человека Ага Миллиона лет назад А Homo sapiens, наш современный вид С самого момента своего возникновения Ел термически обработанную пищу Вот это что за бред? Во-первых, насчет неандертальцев или астралопитеков Или товарищ вот этот вот умный доктор Считает, так сказать, он просто знает Он видел неандертальцев Он абсолютно уверен, как была и шла история То есть, нет, просто он судит и верит А не знает, верит учебникам, так сказать, истории Где, на которых мы в советское время и Беларуси до сих пор осталась Абсолютно такая же под копирку система Где мы когда-то поверили все Прокатились через эту матрицу В эти выдумки Некоторых историков А потом уже официальной науки в целом Что якобы мы произошли от каких-то там обезьян Что это все эволюционировало Как-то появлялись, так сказать, совершенно иные виды Вообще, так сказать, приматов Ну и вернее человека Прямоходячий, потом, так сказать, прочие Вот до разумного дошли Только вот почему-то уже в 30-х годах Для разумных-то людей Официально это понятно Но для разумных было так же ясно Что все это фальсифицировано Потому как, например, с теми же Переходным вот этим этапом Ароморфозом, когда крупные таксономические единицы Образуются Ну вот, например, из птиц якобы Значит, вернее, птицы от рептилий Переходное звено Это вот этот археоптерикс Который нашли один экземпляр Там либо два И то это с пресса отпечатков разных видов Ну, которые притянули за уши Потому что искали это переходное звено И, как говорится, тем хуже для фактов То есть факты подтасуются под Встроенную их, якобы в кавычках, встроенную теорию Здесь то же самое Нашли череп, так сказать, например, астралопитека Обезьяны, скелет человека И эту байку запустили Что это, собственно, вот некое такое переходное звено Значит, хватит этих глупостей Никакие люди от обезьян не произошли А вот обезьяны от людей Как раз, да, это другой вопрос Но это уже отдельная тема Я в других своих лекциях подробно рассказываю Как, когда это было Ну, кто хочет, может почитать Там того же Рериха Семь великих тайм-космоса Где в том числе Это подробно объясняется Когда была вот золотая эра человечества То есть это с более древних книг Он перенес вот эти знания Как бы в свои уже книги 20-30-х годов Но это совершенно не важно И вообще это не имеет, по сути, свои значения Потому что Значит, никакой эволюции в том плане Как вот описывают нам ученые Ее никогда не было Человек как есть он Вот как правы, в принципе, те Ближе стоят к истине Кто говорит по образу и подобию То есть сотворен Никогда человек не был Не эволюционировал Это вообще абсурд Вот есть человек Его неизменный и геном И он абсолютно никуда не эволюционировал Поэтому Что касается Там ели мясо или не ели Есть можно что угодно И говорить можно любой бред Типа, все полезно, что в рот полезло После сытного обеда полагается Поспать почему-то Хотя и пища должна энергию давать Но почему-то, видимо, жрут то Что вот От чего энергии как раз меньше становится Ну что за бред Это вообще, так сказать, ну я не знаю Может он еще верит в мамонтов Которых люди, типа, якобы убивали Камнями Которыми вообще, собственно Невозможно даже поднять Такие камни Которыми можно было бы швырнуть В мамонта Физической силы Просто не хватило бы даже приподнять А если со скалы Он что, на скалу камни затаскивал Или ждал пока стадо мамонтов У скалы пробегало И выкапывали там яму Куда мамонт мог бы провалиться Чтобы его потом можно было забить На это уйдет энергии больше Чем из любого этого мяса они получат Тем более, чего получат Калории энергии Кстати, он про эту ахинею Тоже начнет сейчас говорить Ну ладно, сейчас давайте послушаем Это позволяло нам усвоить Больше калорий за меньшее время Каких калорий? Каких калорий? Ну так, давайте так, дорогие друзья Значит, я даже показывать это не буду Любой нелентяй, кто и хочет разобраться Набирайте просто в поисковой любой системе В том же Яндексе Что в чем ошибочно теория калорийности Или там абсурд теории калорийности Вы просто найдете полную аргументацию Тех же других врачей, ученых Значит, кто не поленится Да и вообще, как можно сравнивать Вот эту температуру, которая нагревает То есть, вернее, энергия, которая нагревает Там миллилитр жидкости за этой Как можно вот эти примитивные физические процессы Сравнивать со сложнейшими биохимическими процессами в организме Есть понятие, если человек ест живую растительную пищу Как фитокалории, никакого отношения к процессам Физическим, рассчитанным в топку Как кидать дрова, это не имеет Это вот надо знать, как не стыдно Вот этому, так называемому доктору наук Вот это нести бред Я понимаю, что он все это изучал и верит в это во все Но надо же и понимать, что Ну, хорошо, ладно, давайте дальше Какой нарастить мозг? А мозг был другой, что ли, когда-то? Ну, что за бред? Ну, я понимаю, что он учился По картинкам учебников и верит в то Что, так сказать, написали вот эту так называемую теорию Происхождения Дарвина и так далее Да, ну я это, конечно, это То есть, все, что он сейчас пока говорит Нет ни одного аргумента Есть вера Его вера в то, как он учил И он это заистину воспринимает И исходя из этой его логики Он говорит вот то, что это неестественно Только вопрос, почему? Не в прошлом не было ни одной человеческой культуры Которая бы питалась термически необработанной пищей Это что за бред? Да? Это что за бред вообще? Вот А, ну да Как раз, кстати, он хорошую картинку показал Своих больных фантазий Что вот эти дикие неандертальцы Или там кроманьонцы Жрут вот эту лопатку какую-то там Или чего-то еще Кусок мяса жареный И вот он, соответственно, вот Веря тому, что учил в школе Потом в институте Считает, что это так было А значит Почему только значит, что неестественно Ну, извратили законы природы Допустим Стали жрать И что? Биохимия изменилась, что ли? Организм у человека не изменилась Он что, может доказать, что она изменилась? Ну, давайте послушаем Безусловно, никому нельзя верить на слово Конечно В том числе и сыроедам А вам можно? Вот товарищу, вот это можно верить на слово? Ну, сыроедам нельзя Ладно, давайте тогда ему поверим Именно поэтому ученые провели Несколько широко масштабных исследований Какие ученые провели? Ну-ка, где эти ученые? И какие исследования провели? Вот, например, там Профессор Кэмпбелл Ну, допустим, к примеру Проводил исследования Другие Ну, где? Какие вот исследования были? И, кстати, о чем? С сыроедам Для того, чтобы сравнить состояние их здоровья С личными людьми И что оказалось? Несмотря на то Что эти люди позиционировали себя Абсолютно здоровыми Интересно Вот, кстати, посмотреть эти исследования Посмотреть, что именно эти сыроеды Если это действительно проводилось Позиционировали себя абсолютно здоровыми Или это его выдумки, притянутые за уши Что они себя позиционировали Хорошо А вот мясоеды, так сказать, все здоровы? Вопрос Большой процент из них имел отклонение здоровья Правда? А, так сказать, вот те миллиарды людей Что на планете живут Они как, все здоровые? Под копирку, что ли? Или почти все? То есть почти 100% больные Так интересно, как можно вообще это сравнивать тогда, да? Ну, хорошо Есть сыроеды и нездоровые Ведь многие люди перешли на сыроедение Именно потому Что у них были очень серьезные проблемы со здоровьем И некоторые из них Не смогли их решить Так сказать, кто-то Потому что времени не хватило просто на решение Кто-то Потому что ошибки делал на сыроедении Ведь их хватает полно Кто-то Потому что хронические те болезни Проявились уже просто в активную форму Потому что изменилась биохимия И, естественно, у человека Мог накопиться дефицит Тех самых витаминов, минералов А не возникнуть на сыроедении Накопиться до Из прошлой жизни Или что? У мясоедов Типа Дефицит А витаминов, минералов нет, да? У каждой третьей женщины Отсутствовали месячные Интересно 30% людей были экстремально худые Вплоть до болезненности Как интересно Ну, значит, во-первых Что касается месячных Вот так, ладно Тоже врача Доктор Советов Такой есть, кто не знает Посмотрите Просто, чтобы я это не говорил вам Насчет там месячных Далее Что касается Там, что он там дальше говорит Насчет дефицита А Очень худые Типа Хорошо А анорексии Которые, так сказать Просто люди Два пальца в рот И, так сказать Из себя все Выкидывают Они что-то, так сказать Нет их худых, например Или Худых нет мясоедов, да? Да Также есть люди Которые качаются На протеинах Там, синтетических И разных прочих При этом они Не могут накачать Большую массу Просто мышечная У них, так сказать Вязкость, прочность Все есть То есть, и вес большой поднимают Но не могут Вот генетически И по другим причинам Объективным Набрать большую мышечную массу То есть, это Не только, наверное Зависит от того Что люди едят А потом это зависит Еще усваиваются ли Эти питательные вещества Нет ли у них проблем С, например Дезбактериозом Так сказать Нарушением работы Кишечной микрофлоры Между вот этой патогенной Которая развивается На вареной, жареной Как раз пищей Симбиотической То есть, патогенная Не успела еще Отмереть и дать Экологическую нишу Нашей симбиотической Микрофлоре Которая питается На живой растительной клетчатке А растительная Живая клетчатка Хоть и поступает Но Недостаточно еще Количества этих бактерий И поэтому У них еще Соответственно Нет тех питательных веществ В должном количестве Которые может Синтезировать Эта кишечная микрофлора А из питания Они, например Начинают питаться скудно Кто-то начинает Вообще Двумя-тремя продуктами Питаться Есть такие И даже если Многим количеством Продуктов Разнообразной пищи С рейды Некоторые начинают питаться То, во-первых Не факт Что в этом Продуктах Есть достаточное количество Тех самых витаминов И минералов Хотя еще раз подчеркиваю Они еще и Должны синтезироваться Столько витамина Минералы Либо в пищу поступят То есть Непосредственно С едой Из еды В организм Либо не поступят Никак Так, теперь Давайте дальше А у каждого Третьего мужчины Было анемия Ниженный гемоглобин Обалдеть Внимание Внимание Дорогие друзья Во многих своих лекциях Я это говорю Вот это тот самый маркер На котором Проявляет себя человек Который позиционирует себя Как специалист Кто он такой есть В своих лекциях Год, два, три назад И так далее Я Четко подробно говорил Если какой-нибудь врач Когда видит Что у его пациента Особенно если у мужчины Особенно если у ребенка Снижен гемоглобин Железо И этот врач говорит Это из-за того Что мясо не едите Или вернее говорит Надо срочно есть мясо Или печень То если он это говорит И этим довольствуется И считает причины того Что гемоглобин низкий Что мясо не едите Или мало едите То это врач-проф Не пригоден Это просто кретин конченый Потому что если У вас нет кровопотерь Вас никто не ранил Из пистолета Или ножом не пырнул И у вас кровь не течет Ну и каких-то иных кровопотерь То есть только одна причина Если вы хоть что-то едите Зеленого цвета То у вас единственная Есть причина дефицита У вас паразиты Какие А этот наверное Вообще об этом не знает Не в теме Какие Например Аскорида Одна маленькая Она выпивает 30 мл в день Крови Например Лямблии Хотя это не паразиты А паразитарные Простейшие организмы Одноклеточные Однако тоже Являются причиной Как раз Дефицита железа И анемии Железодефицитных Гемоглобина И так далее Многие Разные паразиты Если врач Не говорит Что срочно Определять Какие паразиты Или вот нужно Антипаразитарный курс Пройти Это врач Называется Это просто Называется Явление Профнепригодность Гнать таких Поганой метлой Это главная причина И что Вопрос А у мясоедов Что нет Что ли Дефицита железа Дефицитных Анемии Или гемоглобин Снижения Не бывает Бывает Потому что Причина Это в другом Это что за бред Минералы А тем более Железа Его полно Везде Во всей зелени Там в гречке В крупах В овощах Это что за бред Из-за этого У них было Чувство слабости И нездоровья Ну во-первых Оно еще бывает Из-за дефицита Б-12 Из-за многих Других Дефицитов И проблем А слабость И нездоровье Не только Дорогой друг У сыроедов Бывает Но и у всех Мясоедов И даже там Макдональдсоедов И так сказать Кого вы назовите У всех Оно есть Более того В крови у этих людей Оказались Сниженные Содержания Минералов Витаминов Омега-3 Жирнокислот Да ну А что У мясоедов Типа вот нет Ну я Дорогие друзья Так На всякий случай Вам приведу Такой пример Что я Знал как-то Вот одну Женщину Она такая же Ну как Семья олигархов Которые Себе могут Позволить Все И в частности Как-то в швейцарской Клинике За очень Огромные деньги У действительно С выдающихся Ученых Уж понятно За гигантские Деньги Она провела Анализы По всему организму На содержание В том числе Вот минералов У нее Выразилось Огромный Дефицит Минералов Значит Она ела мясо И ела все Что угодно Поэтому Значит Что там Дефицит Минералов У людей Именно у Сыроедов Ну это Просто Понимаете как Это не бред Бред Что он считает Что только у сыроедов Дефицит минералов Будет потому Что Во-первых Минералы Переходят в иное Агрегатное состояние Разрушаются По сути своей Не могут усвоиться Если они В неорганической форме Если они прошли Термообработку Доказываю А доказываю Тем кто Мои лекции Еще не смотрел А я вам советую Посмотреть Как минимум Мои вводные лекции На тему Адекватного питания Человека Потом ссылочку Там в конце Покажу Как их посмотреть А поясняю вам На простом бытовом примере Ну если вы разумный человек И верите Хотя бы своим глазам Как он правильно Вначале сказал Никому верить нельзя И сыроедам тоже И даже таким докторам То давайте думать Своей головой Вот вы чайник вскипятили Ну если это вода Не дистиллированная Будет осадок Со временем Образуется осадок А теперь спросите Себя Что такое осадок Ну или любого Другого человека И вы придете К заключению Что это минералы Но почему-то Они были водорастворимые А вот после нагрева А именно порог 65 градусов Значит Вот происходит Ну такие вскипятили В общем Осадок выпал Спросите Ну какого-нибудь врача Можно пить этот осадок Прям размешать водички Ложечкой чайной И выпить Вам скажет Любой врач Уже тут он голову включ Да вы же с ума сошли Почки положите на полку Ну условно Так Интересно А теперь вопрос Вот все это железо Другие минералы Ладно кальций и прочее Которые содержатся там В капусте Морковки Вот вы сварили Вы что думаете Произойдет какой-то Иной физический процесс Или произойдет Абсолютно то же самое Пойдет порог 65 градусов Вскипятится Этой минералы Тоже выпадут в осадок Только вы их не увидите Потому что они останутся В мяклой Уже аморфные оболочки Тех структур Вот Овощи допустим Клетчатки Этих овощей Которые вы просто Глазами не увидите Но по сути Будет ведь то же самое О чем он говорит А как гласят Законы природы Только живая клетка Может дать Другой живой клетке В полном объеме Строительный материал Энергию И прочие питательные компоненты Ну так уж природа Предусмотрела А мы люди Что с вами Я говорю Сделаны как-то По-иному Или процессы Биохимические Те же самые А я вам скажу Абсолютно те же самые Например Биосинтез белка Что у муравья Что у человека Идет абсолютно одинаково Это что за бред вообще Это вот то Желание сумничать И выдать желаемое За действительное Вроде такой умный Сидит здесь Ну так докажи Пока ни одного доказательства Не было кроме бреда И верований На околонаучных верований Которые в постулаты Академии Так сказать Перешли И вот вроде Он оттуда говорит А на основании этого Выходит так Но ведь это так Противоречит законам природы При этом Как ни парадоксально Пищу Они употребляли Этих соединений Больше чем нормальные люди Так почему же Возник такой парадокс Дело в том Что термическая обработка Часть показателей пищи Безусловно ухудшает Вот как интересно Ладно Часть ухудшает Согласился он А Но Часть показателей пищи Она улучшает Улучшает часть Тогда что Квиты получается Баш на баш Тогда этот аргумент Вообще не надо дальше Приводить Ну если часть То ухудшает То значит Мясоеды что-то И вареные еды Не получают Все-таки чего-то Обчужин считает Что то Что они получают При варке Лучше И допустим Даже если Усваивается лучше Почему же Тогда это перевешивает На чаши весов То что соответственно Другую сторону медали Когда все-таки Часть при термообработке Разрушается Вот как интересно Ну ладно Слушаем дальше Какие Она улучшает Всасывание Минералов И витаминов Итак Насчет минералов Я объяснил Минералы Если вы дорогие друзья Верите своим глазам Просто разрушаются При термообработке И ничего вы не получите А дело в том Что минералы Может организм человека Усвоить Только не в органической форме То есть Не неорганической форме Невозможно усвоение А вот в органической То есть В хелатной форме Это когда Минералы содержатся В сложной органической структуре Ну Углеводов Жиров В составе растения Пока оно не прошло Термообработку То есть Это органическая Живая форма Существования Минерала По сути дела Это Вот эта вот Водорастворенная Ионная форма Да Так вот Это может А ведь Дело в том Что неорганические Минералы Ни один Организм живой На нашей планете Животного Я имею в виду Тело животного Не может усвоить Вообще Не только человека Да и животных А вот Их может Усвоить Тело растения То есть Через корневую систему С водой Растворенными солями Как мы учили Все в школе И в институтах При процессе Фотосинтеза Образования Первичного органического Вещества В биосфере Они Поставляют в тело Своё растение С водой И Благодаря ещё Элементам Например углероду Из воздуха Взятому И фотонам Солнечного света Энергии света Образуются Вот эти сложные вещества То есть Процесс фотосинтеза И вот Поедая эти органические вещества Животные Первого порядка Потребители То есть Консументы Первого подрядка Потребляют Самое большое Получают количество Энергии и вещества Второго порядка Консументы Кто поедает Вот этих Животных Растительно-ядных Получает меньше Энергии Строительного материала И так По цепочке Всё меньше и меньше И доходит до Редуцентов То есть Разложителей Которые замыкают Этот круговорот Вещества в природе В биосфере Вот как это происходит Человек же питается Должен питаться По своей анатомии Морфологии Биохимии Самым концентрированным Веществом в биосфере Это плоды Плоды это концентрат В растениях Энергии солнца И концентрат Минералов земли Только уже в хилатной форме Доступной Поэтому если мы едим В живой растительной пище И если при этом У нас нет Дисбактериозов Если нет проблем У нас с кишечной Микрофлорой Патогенной Которая там уже Заместила Симбиотическую Так что На первых парах А эти первые Пора могут быть Долго идти Месяцами У некоторых людей А есть еще и Проблемы С желудочно-кишечным трактом Вот тогда Всасывание может быть Плохим Ферментная составляющая Поджелудочная Может плохо работать Убили вы ее На вареной пище Тем более на мясе Просто подубили Так что Причин здесь много Почему Но не надо говорить Что если у кого-то Из сыроедов Есть проблемы Они есть Только еще проблемы Есть и у мясоедов Только вот у мясоедов Есть у всех Почти проблемы И рано или поздно Люди умирают От болезней Они умирают От какой-то якобы Старости О чем я Многократно доказывал Даже вот на Моих Вот этих видео По долгожителям Но давайте Послушаем дальше Что он нам хочет Про конкретику Сказать Из сырой пищи Эти минералы Такие как Железо Цинк Калий Селен Сасываются плохо Но это вообще Бред Вот с чего он Это взял Вот с чего Он это взял Ну хорошо А если у сыроедов Со стажем Год Два Десять лет Нет проблемы С этим минералами Значит Что Бред То что он говорит Бред А есть такие люди Конечно есть Конечно есть Их полно Другой вопрос Что вот как раз У кого есть дефицит Их мало Но ведь дефицит А что бывает Еще раз Вот этому невежде говорю Ну а вам просто Напоминаю Да Вот если какая бы пища Не была органическая Самая биологическая Биоэкоорганик Ну если она выращена На почвах Там химии нет Поэтому она биоэко Но если там Уже высосаны Нет фактически Тех минер Кремний Литий Вот все что Ценных минералов Просто нет То их и в плодах нет Значит и в организме Человека если вы едите Эти плоды Так не потому там проблема Он по табличкам считает Умник Что в этих овощах Фруктах Должно содержаться Столько-то железа Столько-то там А если его нету там В почвах Нет Вот например Селен Его очень много В бразильском орехе Но проводились исследования Конкретно взятые В разных регионах Бразилии Где выращен бразильский орех В дикой природе Или вот на плантациях До 30 раз раз разница В содержании минерала Понятно Откуда ноги растут Но это непонятно тем У кого страдает Аналитика Кто плохо понимает Вообще Что такое Причина следственной связи Кто не умеет Мыслить глубоко И что называется Копать глубоко И сопоставлять Многие вещи К сожалению Это бывает Даже у докторов наук Таких вот Как вот этот мальчишка Ну хорошо Идем дальше Разберем на примере Обычной моркови У нее есть такое соединение Которое называется Бета-каротин Очень хитрый прием Это излюбленный прием Всех тех Кто хочет опорочить Вообще Живое питание И возвысить себя Как бы в глазах Окружающих Показать Какой я умный Какой я ученый И так далее Ну Скажу вам так Что Буквально 2-3 Таких хитрых Приемчика У них есть и не более того Ну давайте послушаем Это антиоксидант Молекула Которая защищает Наши клетки От повреждений Провитамина Если мы съедим Сырую морковь То у нас усвоится Лишь 1% Бета-каротин А если эту морковь Сварить То усвоится Почти 50 раз больше Молодец То есть значит Он доказал Что сыроение Это фигня Как он назвал Это диагноз То есть психи Те кто на сыром питании Ну и что Во-первых Сейчас я вам поясню Чтобы уже вы знали Наверняка И всем умникам Кто такую хинею Повторяет За такими выскочками Чтобы вы могли Понять Доказать Объяснить В чем заблуждение Таких вот товарищей Людей Ну что ж Давайте я вам Сейчас это скажу Вот я вам включу Из обычных всех справочников Прочих Где бы вы там Не хотели взять Прочитайте Во-первых Будто каротин Это очень хорошо Но Степень усвоения Его Зависит от полноты Разрыва Клеточных оболочек Поэтому Каротин лучше усваивается Из морковного пюре Чем из цельной моркови Но При тепловой обработке Теряется до 30% Не то что Увеличивается А он теряется Разрушается Но Оставшийся Неразрушенный Всасывается лучше Это правда Но Почему Не потому что Сыроедение Ерунда Варенка Вот так хорошо действует А потому что Разрушаются клетки Целостность оболочек Поэтому Очень жесткой Клетчатки растительной Поэтому Выходит Собственно Бета-каротин Который лучше усваивается Это как водоросли морские Которые очень сложные Многоклеточные Сложные оболочки Из плотных И у нас нет Такой ферментной базы Чтобы полностью расщепить Но если вы морковь Я имею ввиду водоросли морские Многоклеточные Типа ламинарии Поэтому Проценту своей немал Почему и был уникальный Такой продукт Придуман 40 лет Над этим ученые бились Вот как из фукуса Это тоже такая Морская Многоклеточная Водоросль Вы А ведь там Минералы-то все Причем в органической форме Естественно Ну как вот в морской воде Все минералы есть Только они не органические А Уже в органических соединениях С другими жирами Углеводами Там Из наукограда Пушкина Один смог Вот единственный вид фукуса В мире есть Который действительно Почему? А потому что там Бестемпературный метод Применен Если бы там Как этот идиот говорит Была бы термообработка То и не получалось 40 лет это сделать Добыть его Чтобы он был В органической форме Все эти минералы Вот почему Создав технологию Уникальную Там вакуумную СО2 экстракцию Ну еще там Дополнительные Сложные методы Получилось создать то После потребления Вот этого фукуса Почему у людей Засчитанные У кого-то дни Несколько дней У кого-то за недели У кого-то за месяцы Там Но всегда происходит Улучшение состояния Проходят болезни В том числе По гормоналке В первую очередь Там по щитовидке И так Потому что йод И прочие минералы И вообще Когда дефицит минералов Самая большая проблема Ни белков Их не может быть дефицита По сути Кроме сложнейших Случаев Так Вот это я говорю В своих других лекциях Потому что я же не могу Про все сейчас рассказать В масштабах этого Так сказать Ролика Но Вы поняли в чем дело От разрыва клеточных оболочек Вот в чем суть Ну хорошо Хорошо Возвращаемся к нашему умнику Поэтому в крови У сыроедов Уровень бета-каротина Меньше А в тканях А почему меньше А у кого Не у тех ли У кого просто есть проблема С организмом Который он перенес Не на сыроедение Вот нет Это у детей У кого нет паразитов У детей Которые развиваются На сыроедении С рождения Нет Этих проблем Но Так сказать Конечно У человека Была прошлая жизнь Он очень много Нагадил себя Но пока человек Не меняет пищевые Свои пристрастия Вообще никак не меняет У него так шатко-валка Не шатко-не валко И идет потихонечку И поэтому вроде как-то Вот как люди говорят Приспособился организм Хотя это неправильное выражение Он конечно не приспособился Он просто удерживает Вяло текущем состоянии Жизнь людей Другой вопрос Что если вы пьете Уникальную и качественную воду Как вот в тех местах Где долгожители Даже при неправильном питании Степень очищения организма Превалирует Над степенью его загрязнения И откладывания ядов токсинов В самом организме Которые приводят К многим болезням То есть есть на все факторы Еще раз говорю Любые последствия У них есть причины Но говорить о том Что сыроедение Это диагноз То есть говорить Природа Ты дура Он говорит Ты природа Идиотка Ты мол вот для всех Животных На своем столе Скатерти Самобранки Живой природы Там все приготовила А мы должны Доготовить То есть ты для нас Мы какие-то особые Ну вот это может сказать Только совершенно Глупый человек Либо совершенно Не образованный Либо кто Ни разу не задумывался Вообще над этим Кто не задумывался Нельзя обижать таких людей Ну не задумывался Я тоже когда-то Не задумывался Хотя биолог Самый так сказать Вот Стыдно вроде Ну стыдно и ему Но я нашел в себе Так сказать Разум и Так сказать Мужество сказать Что был идиотом Но почему Так сказать Человек который Задумывается над этим Очень серьезно Он просто поднял Тему средней Не удостужился Проанализировать Понять Он просто оправдывает Свои пороки Пристрастия А самое лучшее Оправдание их Убедить себя Путем Омарывания Противоположной Стороны Не приведением Доказательств А так сказать Якобы Констатацией Каких-то Постулатов Несмотря на то Что с пищей Они едят Его намного Больше Термообработка Делает Многие витамины И минералы Более доступными Из обычных Овочей и фруктов Итак Минералы Поразрушаются Полностью Например Кстати Органические Вот форма Существования Кальция Это органит Например кальция Ну которые Скажем В овощах Тех же А карбонат Кальция Который из воды Обычной Минеральной Там из скважины Которая течет Не может усвоиться Организмом Человека Ты хотя пейся Только почки Посадишь Третий миф Связанный С сыроедением То что Оно сделает Вас Более просветленным Ну в общем Интересно Когда у Товарищей Таких Не находится Никакой аргументов Там О научной Биологической Пользе Или вреде Чего-то Они начинают Уже придумывать Там Вызывать Психотерапевтов Как вот это было В одной передаче Которую я разбирал Где там всякие Диетологи Там и Баженов Было Всякий вот этот Бронштейн Академик Так сказать И вот Кто не смотрел Обязательно посмотрите Ну и они уже Тут вот доходят До Ну ведь поскольку Надо что-то сказать Хоть что уж Надо придумать Ну это вообще Интересно Давайте послушаем По более духовному Практически все Сыроеды Артерексики Артерексия Это такое нарушение Пищевого поведения Когда человек Считает Что он ест Правильную еду Обратите То есть Подожди А если действительно Человек Вот нормальный Человек Но он и считает Что он ест Правильную еду Если он понимает Почему Эта еда Правильная Что это разумно Но не зацикливается На этом Просто ест И все Да он понимает Что прав Ну а если он прав Тут два ведь варианта Прав или не прав Если он прав А почему ему нельзя Считать Что он прав Он что Из-за этого Психом становится Что ли Вот что за дебил Да Ну я просто поражаюсь Только извините конечно Но как по другому Можно сказать Внимание Не здоровое питание А может Все мясоеды Арторексики Ну а почему бы нет Правильное питание И человек считает Раз он ест Правильное питание Значит он Правильный То есть Человек пытается Самоутвердиться С помощью еды Так вот то Что сейчас делает Этот товарищ Шашлышник Вот этот Который там Оправдывает Свою сардельку Он и есть Арторексик Он же так сказать Считает себя правильно Что он это ест Сбалансировано То есть и то Должно быть И то О! Нашел золотую середину Все И он считает Что он прав Так он и есть Арторексик тогда Да Все Сектант Псих Арторексик И почувствует Себя лучше Чем остальные люди Которые якобы едят Что он лучше Допустим И что Онкология А другие болезни Которые на строении Миллионы уже людей Ну сотни тысяч По крайней мере Излечились Это что Как бы ерунда Да так Ну медицина не помогала Некоторые Как за последние надежды Как поверив Что они действительно Осознав Что они правильно делают Переходят на питание Ну там этого Недостаточно порой Но некоторым Даже этого достаточно И действительно излечиваются И лучше человек чувствует И мозг лучше начинает работать И прочее Вот они что Тоже идиоты и психи Им показалось И они внушили себе Ну внушите Попробуйте так Себе Своим пациентам Давайте Прекрасно Или мы возьмем Избирательно Чтобы доказать свою правоту Тех У кого есть проблемы Действительно серьезные И в том числе На сыроедении У кого не получилось Сказать проблемы Перенесшие Так сказать Вот В мир Уже новое Своего состояния На сыроедении Прошлые Бывшие жизни Свои И мы будем За это цепляться И показывать таких Людей Это как говорить Вот Вегетарианцы Или там веганы Это вообще мерзавцы И негодяи Так сказать Допустим Маньяки Вон Гитлер И начинают приводить пример Ну дебилы Это же специальная Подтасовка фактов Под свое Личное Вот так сказать Корыстное Использование А давайте кстати Посмотрим А есть ли у него Какая-то корысть И я вам сейчас Расскажу об этом Чуть дальше Неправильно Это очень опасно Очень Есть питание Подходящее Конкретному человеку Здоровое питание И все А что Стоп И все А что такое здоровое питание Расскажи товарищ Врач Что же такое здоровое А это Это когда все в меру Это сбалансировано Это Ну я понимаю Молодец Доказал Поверьте Человек не становится Лучше либо хуже От того что он ест Три-либо иные продукты Так и Да И что ты этим доказал Товарищ дорогой Да собственно ничего И я это говорю Абсолютно так же Конечно не становится Нет Но он может стать лучше Потому что он просто Становится Он зад У него жалость появляется Сострадание Конечно он лучше станет Если у него мотивация Вот именно Этическая Конечно такой человек Лучше становится Хочешь ты того или нет Потому что Ты живешь Не задумываешься ни о чем Режешь животных Лишаешь их жизни Выпускаешь кровь Ну не ты Так твоими руками По твоему заказу Коль ты Поддерживаешь Своим рублем Покупаешь Конечно Так что же Тот человек Который перешел Эту грань И именно с этической Стороны отказался Он что хуже Нет он лучше Безусловно Он лучше гораздо Ну об этом В другой серии Поговорим А человек О человеке говорит Не его тарелка А его реальные дела Конечно Безусловно Для здоровья Важна прежде всего Золотая середина И такая золотая середина Заключается в том Понятно Чтобы не обработанные Термические продукты Не составляли Более 60-50% Нашего рациона Соблюдайте этот баланс И вы будете здоровы Да ну Какой ты умница А то Не соблюдают Ну Как бы Миллиарды в принципе Людей в той или иной степени Уж соблюдают И почему-то они больны И почему-то И рак И другие болезни Только молодеют И чуть ли не в геометрической прогрессии У большего количества населения Разных стран мира Когда причем те Кто потреблял Например действительно Народы целые Живую растительную В основном пищу Низкокалорийную Бедно жили У них не было этих болезней Но тут они начинают По европейскому стандарту Жрать по многу раз в день Есть много Есть калорийную Мясо Что будет 30% А 70-60 Типа даже Растительные Хотя на самом деле Сейчас уже гораздо меньше Но не важно И у них У всех Появляются болезни Которых не было еще Отцов Дедов И так далее Как хорошо он рецепт дал Нашел Гениальный человек Наверное Нобелевской премии мало Мол Ешьте вот 30 на 60 40 на 60 И все будет Зашибись Я конечно поражаюсь Это вот такой Дешевой демагогии Ну ладно Давайте вот о чем поговорим А почему я вот задумался Как-то Этот человек Прям так остервенело Вот Про эти так называемые Якобы мифы Сыроедения Решил разоблачить Я подумал Ну поищу Что он еще говорит О чем И вот дорогие друзья Я нашел О чем он еще говорит Читайте внимательно Сам покажу Мифы ЗОЖ Врач о том Почему ГМО Полезно В принципе я думаю Что можно даже Было бы не ставить То есть уже То само по себе Что он считает ГМО полезным И призывает его есть Уже становится понятно Что на кого-то Видимо И каким-то интересом Он служит На кого-то работает Хочет Довести вот До сведения Всех людей Вбить в голову Им Что с ранее Вредно Что ГМО Полезно Ну и так далее Давайте послушаем Я все-таки Кое-что и здесь Прокомментирую Врач Кандидат медицинских Молодец И сегодня мы с вами Начнем Гениально В этом цикле Мы будем говорить Про мифы Здорового образа жизни Хорошая серия Кстати Давайте-ка я сразу Покажу вам Еще один кадр И вернемся к этому Посмотрите В другом его видео Где я обнаружил На фоне чего Его Я вам потом Еще раз к этому Вернусь После того Что он скажет Про ГМО Ничего не замечаете Во-первых Конечно Если он белорус Он белорус Да Ну русский Белорус Какая разница Русский То он Есть русский язык Какого хрена Он лайнер Меня это бесит Ну ладно Допустим Написал по-английски А вот этот английский флажок Что тут делает А может он как раз И служит Корпорациям И хочет вбить Народу И Белоруссии И России То Что хотят До них донести И хотят Чтобы жили Наши народы Вот эти владельцы Транснациональной корпорации Которые проталкивают Это все Чтобы свое господство Мировое Окончательно И бесповоротно Закрепить Для этого надо Чтобы люди были больные Ходили в супермаркеты А сразу на выходе С супермаркета Были аптеки Чтобы в супермаркете Было ГМО А чем надо долечить Поддержать Пока еще человек Лопатой может ковырять Ну условно Так это в аптеке напротив И вот такие Омники Нужны Им Этим корпорациям А там же денежки Платят хорошие Если ты умеешь Ну и совести у тебя нет Тогда вот Английский флаг Флаг в руку С другой онлайнер И так сказать Доноси Красиво Говори полуправду А самое главное Вбивай людям в голову Вот такие вещи Ну давайте послушаем Про ГМО Может он там докажет Что оно Действительно полезно Сегодня мы с вами поговорим Про нехорошее слово Из трех губ Я вам расскажу Почему продуктов С ГМО Не стоит бояться А в некоторых случаях Их даже стоит Предпочесть Нормально Что такое ГМО Аббревиатура ГМО Расшифровывается Как генетически Модифицированные организмы По сути Все что мы с вами видим Все живое Тоже генетически Модифицировано Это вранье Вернее Подмена понятий Только не человеком А естественным Отбором Мутации В живой природе Происходят ежедневно Делай мутацию Как вавилов Селекцию Веди Как Мичурин Какие проблемы Какой хитрый ГМО продукты Намного безопаснее Чем обычные продукты О как Дожили Теперь уже даже утверждение Что ГМО продукты Даже безопаснее Я в шоке Ну давайте послушаем Потом я вам немножечко Горяева дам послушать Можете безусловно удивиться Но на самом деле Любой ГМО продукт Для того чтобы попасть К нам на полки Проходит намного более Тщательную И придирчивую Экспертизу Чем обычные Фермерские Либо экопродукты Какой умник А кто эту экспертизу делает Не те кому платят Большие деньги Владельцы Транснациональных Корпораций Вопрос Что они там напишут Ну ответ очевиден То что им угодно А те кто пытался Честные ученые Которые вопреки То есть которые Ценой потери Своих рабочих мест Зарплаты Лабораторий Сказали то что Они не могли Совесть их Мучила Они правду Говорили Проводили исследования То их Быстренько Вытряхнули с работы Запретили Труды А газеты Журналы Как известно Принадлежат Все этим корпорациям Как и банки Как и промышленность Мировая Только вот интернет К сожалению Им для них К сожалению Не подластен Поэтому они Награблито Наступели Но тут появились В интернете Вот такие люди Как этот белорус Которые Вот теперь люди Задумайтесь Вы писали мне Кто писал Из Белоруссии Какой позор Что великий белорусский народ Позорят Вот такие предатели Которые За деньги За вот эти 30 серебряников Готовы продать Предать Понимаете Это либо конченый Идиот Такой может Город Бездарь Но я не думаю Что он идиот И бездарь Значит предатель Который готов Вами Своими же Братьями и сестрами Пожертвовать В угоду Этой сволочи За свои 30 серебряников Самым большим И распространенным Страхом Перед гемопродуктами Является Страх того Что гены Которые Находятся в гемопродуктах Каким-то загадочным Образом Смогут Перескочить Ваш организм Информация Идиот Сможет А не гены Какой же примитив Или он идиот И себя корчит Либо он действительно Такой враг Информация Что такое Информация Которая переносится Волновым способом А носителем Является Любой белок На самом деле Это полная чушь Во-первых Гены находятся Везде Во всех Животных Вот для тех Кто вообще не понимает Что такое ген Кстати ген Это участок ДНК На котором расположена Информация О первичной структуре Белка Так чтобы каждый знал Но вот когда люди Вообще в этом не понимают То есть 99,9% населения Кто это слушает Они будут думать Ой какие слова Говорят красивые А ведь еще А ведь успокоиться Каждый в душе хочет Подсознательно И ты только скажи Алкошу Какому-то Или кто любит Употреблять Алкоголь Что мол О красное вино полезно И даже в малых О ну открывай и пей Вон врач сказал Как хорошо И улыбка до лица Вот то же самое здесь Это игра на слабостях И пороках человека Который Человек должен бороться С своими слабостями Возвышать себя Ну и конечно Когда ему дают Вот такую замануху Особенно авторитетный Якобы человек Врач Кандидат наук Там или профессор Какой-нибудь академик Тогда слабый Простой человек Говорит Всего Понеслось Это Вредительство Всех растениях Во-вторых В нашем желудке В кишечнике Чужеродные ДНК Белки и углеводы Распадаются До составных кирпичиков А вот теперь Следующее вранье Почему он и не понимает Либо понимает Но нарочно говорит Насчет того же сыроедения Или насчет правильного питания К сожалению Белки Высокомолекулярные Не разбираются В нашем желудке Благодаря ферменту Пепсию Желудочному соку Кислому До аминокислот До тех самых составляющих Про которые он имеет ввиду То есть до мономеров Полимерной цепи белка Это вот аминокислоты Мономерами являются И даже не хватает Фермента трепсина Который вырабатывает поджелудочный Который через панкреатический Впадая в общий желудочный проток Через ампулу Выходит в 12-перстную кишку Чтобы доразобрать Полипептидные участки Белковых Бывших сложных молекул Не хватает И белок-то всасывается Цельным И вот тогда в реакцию Вступают иммунные клетки Иммунитет наши Т, лимфоциты, макрофаги Которые должны уничтожить Этот любой белок Который попадает в организм Будь то этот белок Вирусом, грибком, бактериям Либо вот Трансгенной съеденной Куриной ножки Которая съела Курица Я имею ввиду До того Генномодифицированную Соевую муку Или там кукурузу Что там им в комбикорм Подмешали И вот это как раз И возникает Любой чужеродный белок Если он попадает Он попадает Потому что у нас нет Той Ни ферментной Ни прочей базы Так сказать Ни биохимии Ни анатомии Ни мрафологии Наша Человеческая Не говорит о том Что мы мясоедные Либо так сказать Там прочее Но тут мы сразу Два вопроса в один То есть видовое питание Разбираем То о чем До того говорили И вот теперь Ту самую Это про белки Что он опять таки Начинает говорить Да Так вот И получается Что информация Передается Это утилизируется Белковая структура Но информация Это остается И давайте тут Я вам включу Вот такой вот Интересный Так сказать Ну Видео Да Я вам поставлю Вот это академик Горяев Причем двух Там академик Ну Двух академий Дело не в этом Волновая генетика Есть такая наука По сути он один из тех Кто Потому что понимаете Нельзя разбирать науки По сути это правильно По отдельности Физика Биология Химия Все это между собой связано Чтобы понять Сложнейшие процессы Биохимические Недостаточно знать Отрывочно отдельных Видов каких-то там Знаний Данных И вот послушайте Что вообще я советую Найдите все Что говорит Горяев О ГМО Если вы хотите С этой темой Ну вдруг кто-то Действительно Из зрителей наших Считает что действительно Это безвредно Ну послушайте его Послушайте других Хотя у вас мозги то есть На что сопоставить Ну послушайте А я вам немножко Сейчас кое-что Отрывочек И вот когда вы Выносите чужеродный Ген В вином растении Пшеницы Ячмень Картофель Там и так далее Там мат И так далее Их полно Сейчас То есть Изменяете Пунктуацию И вы меняете Смыслы Понять что мы Думаем о бесплодных Растениях Значит понять Что земледелие Для нас значит Технология Которая обрывает Жизнь в семенах Вырывает жизнь Из всего сельского Хозяйства И это своего рода Процесс гибели А есть еще другая вещь Она похитрее И поумнее Это роль контекста Вот смотрите В каждом языке Полно аммонимов Слово Которое имеет Несколько смыслов Например слово коса Слово ключ Слово рейт Слово бокс И так далее Она имеет много смысла И вот коса Вот характер Например коса Какая коса Девичья коса Или коса Которая косит траву Или коса На реке Песчаная коса Это зависит Понимание Точная семантика Точный смысл Придается чем Контекстом Когда ты это слово Помещаешь В целое предложение В основном Ты придаешь Точную семантику В этом слову Так вот Когда Вводят чужие гены В хромосомы Растения Животного Бактерия И так далее Меняется Контексуальный Пейзаж И тогда Гены Которые имели Вот строго Определенный смысл Они Приобретают Совершенно другой смысл Не только гены А даже Кодоны В пределах Долгий разговор У меня Последняя книга Посвящена Именно этому Кодоны Меняют Смысл Потому что Есть 32 Кодона Синонима Точная информация Что они Кодируют Какую Мексилоту Есть Кодон Аммонимы Которые Неопределенно Кодируют То ли эту Мексилоту Ставить Белок То ли эту И построить Белок А мы Наш метаболизм Построен на белка В основном Фермент Если вы Ввели В контекст Чужое Слово Войну Имер Понатыкли В войне Имер Новых Слов И даже Фраз И запятые Перекладные Иточки Вы получите Кашу И аминь Война Имер Так вот Что будет На втором Третьем Поколении Вот без Этого Умника Теоретика Вот этого Врага Народа По другому Я здесь Сказать не могу Потому что Мы добрались До сути Своей Я в свое время Много лет назад Увидел на своих Скатах Он Болтун Я практик У меня Были Сотни Пресноводных Скатов Я разводил Их тысячами У меня была Одна из Самых больших В мире Коллекций Я тысячи Скатов Развел Пресноводных Которые Были получены Из Перу Из Бразилии Колумбии С разных Притоках И рек Амазонки Это была Сложнейшая Научная В том числе Работа По селекции По выведению Новых пород Гибридов И я скажу То что я увидел Через несколько лет Случайно Сопоставив С тем что Я бросил Все факторы Смотрю Что Начинается Именно то Что я От некоторых Ученых Слышал Когда Они получили Данные на крысах Когда кормили Генномодифицированной Вот этой В составе Колбасы Была генномодифицированная Соевая мука И они Получили Данные Такие Как К примеру Вам скажу На втором поколении Уменьшение В потомстве Количества Новорожденных Высокая Смертность В потомстве Отсутствие На третьем Там втором поколении Размножение Онкология И вот Все это Самое Как под копирку Я увидел У скатов Хотя Это уже Класс Понятно Это рыбы Но Даже у рыб Хотя мы Млекопитающие Все еще более четко Ясно тут с нами Потому как И с крысами Это тоже Млекопитающие Но Даже у рыб Поскольку я и говорю Дорогие друзья Биохимия Одна и та же Запомните это Мы люди Когда говорит он нам Насчет там Сыроедения Да неважно В природе есть так Да ни за какие Тысячи лет Даже миллионы лет Ничего не изменится И чудо не произойдет Мы не редуценты Грибки и бактерии Которые должны разлагать Мертвичину Так А теперь вот Насчет Вернемся К генномодифицированным И когда я Отбросил все факторы Потому что Это очень Просто определяется Для человека Тем более Которые имеют Ну Высочайшую степень Так сказать Умение аналитически мыслить Которые Так сказать Годами Десятилетиями Каждый день С утра до ночи Только этим и занимается В том числе Так сказать И этим Постоянно Напрягая мозг Без расслаблений Всяких Так вот Я скажу вам так Что Я сразу звонил Главному там Менеджеру компании Которую мы закупали Для корма Этим скатом рыбу Тогда это был И теляпия И другие виды рыб И объяснила И объяснила ей так Что я говорю Вы знаете Вы мне поясните Я не для корма людей От вас беру Не людям А вот у меня Вот такая ситуация Я обнаружил Я понял Что другого варианта нет Скажите мне честно Насчет там Геномодифицированных нет И она говорит Ну только не для так Не для передачи широкой Поздно спохватились Да У нас в Россию Говорит уже давно Возят 16 видов Геномодифицированных Видов рыб Для питания человека Ну что ж Дорогие друзья Вам жить Вам решать Но я вам Соглашусь здесь Абсолютно со Стерлиговым Который сказал В этом плане так Что если вы Ну потом он там Сказал не буду передавать Как Это тоже правильно А вначале сказал Одному из ведущим На эту тему Вы знаете Как повлияет ГМО Вот если я не знаю Я не буду Ни себя Ни своих детей Этой кормить Так сказать Но это так Мягко Потом А на самом деле Все с ГМО Абсолютно ясно Сейчас дальше Еще поясню вам Так вот Вам жить Вам решать Но это все Мы к чему говорим А что за люди Вам констатируют В общем заметьте Как интересно Эти люди Одни и те же Относятся ко всем Этим главным проблемам И как они Вот защищают то Что невозможно Для разумного человека Защитить Тем более он-то Должен это знать Ну послушайте Я говорю Вот почему я Горяева Других учу Ну это В подметке Извините Вот этот молокосос Не годится тем людям Кстати Горяеву Сейчас 77 уже лет Выглядел Видели как хорошо Да ну это ладно Это другой вопрос А вот теперь Давайте так Найдете в интернете Прям забивайте Давайте разберемся С ГМО И вы увидите Аудиофайлы Вот двух таких Интересных ребят Которые решили Проанализировать Начиная с Еще Вот эти компании Которые Занимаются разработкой Монсанто И других Семь крупнейших Вот это Фонд Рокфеллера Причастен к этому И другие Прекрасные люди Кого вы знаете И вот у них там Семь или восемь Вот этих аудиозаписей Выпуск пять Семь Вот я сейчас скажу вам Сколько их тут Девять Десять О сколько их тут Тринадцать Пятнадцать Я вам очень Рекомендую Изучите Послушайте Скачайте себе И слушайте Вот это Про ГМО В том числе Вы белорусы А потом Сделайте что-нибудь Чтобы этот товарищ Вообще Честно знаете Что я вам хочу сказать Вот был Нюрнбергский процесс Когда фашистов Тех кто Был повинен В гибели Невинных людей Не военнослужащих Разумеется А именно Невинных людей Простых Это назвали Преступление Против человечности То есть оно не имеет Срока давности Это Хуже чем Маньяки Насильники Убийцы Которые могут убить Ну сорок Ну пятьдесят человек Не больше Это ерунда Эти же убирают Тысячами Миллионами Так вот я вам что хочу сказать Те Преступники Нюрнберга Дети По сравнению С теми Мразями Которые насаждают Вот это ГМО Когда навсегда Изменится Причем Меняется даже генетика Тех растений Которая на соседних полях У фермеров Пыльца пошла Мало того Что они экономически Выжимают последнюю копейку Цент У тех И обанкрачивают их Потому что они запатентовали их Уже уничтожены Индийские фермеры Практически И так далее Это ладно Мы сейчас не берем даже это Но то что Это обречены Поколения Будущие На Очень Короткую Больную Тяжелую жизнь Если это победит Мерзость Я имею ввиду Трансгены Когда роль бога На себя взяли Подонки от науки И тут стерлигов прав Вот таких вешать надо Ученых Вот таких Вешать ученых надо Это абсолютно А эти мерзавцы служат В угоду Вот этой сволочи Которые Все человечество Они с других полей едят Их верхушка С других Они заказывают И у них есть свои Плантации органические На отдельных островах Чтобы И они Это оружие Продукты Товарищи дорогие Я сознанием делаю Это оружие Пострашнее Генное Чем военное А генное оружие Это первое дело И тут алкоголь Трансгенные Вот это вот ГМО продукции И прочее Что ж Давайте Я даже думаю Что Нет Давайте еще послушаем Что он скажет И я в завершении Пару слов скажу Из этих кирпичиков Наш организм Уже строит Свои собственные Клетки и ткани Которые создала Природа Либо селекция Абсолютно идеальны Хотя на самом деле Это не так То есть он говорит Что природа То что она создала Естественным путем Это не лучше того Что создают Геноинженеры В своих лабораториях Наши обычные продукты Картофель Рис Помидоры Они содержат Не так много Болезных веществ Хорошо Кстати А это не подтверждение Для того Что он в предыдущем Ахайвал сыроедение Так не потому ли Дорогой друг Минералы Витамины И так далее У некоторых сыроедов Есть дефицит Что сыроедение плохо А может потому Что просто Как ты правильно Товарищ Говоришь Что в этих овощах Многих просто мало Причем даже В некоторых Просто само по себе мало В некоторых Из-за почвы бедной мало Вот как интересно А где же аналитика Аналитика Это что такое Это когда ты Учился в школе Ты должен сопоставлять С тем Что ты получил знания Последние вчера Все в голове Автоматически Должно в пазл складываться Я поражаюсь Убогости И этот ученый Как же деградировала наука Нам хотелось И это очень легко Исправить С помощью средств Генетической инженерии Вот как хорошо Так например В странах Азии Есть большая проблема Слепота вызвана Недостатком витамина А Из-за того что Миняки едят Очень много риса А рис Это вареный крахмал О чем я говорил Они вареные едят И поэтому Не то что там мало А у них вымываются Из организма Дело в том Что питательные вещества Многие В том числе минералы Нужны на обменные процессы Но обменные процессы Значит что-то плохое Надо вывести Вот чтобы это вывести Нужны посредники Это наши белки В основном Поэтому дефицит Может быть белка Может быть дефицит Витаминов различных Или провитаминов Того же бета-каротина Ну давайте послушаем Нет этого витамина Многие дети Слепнут И исправить это Очень легко Внедрив ген Отвечающий за синтез Витамина А В рис И такой рис Был создан Называется Золотой рис Какая радость И его употребление Пищей позволяет Целиком решить Проблему злепоты А также проблему Деторождения Проблему перенаселенности Якобы созданную Хотя на самом деле Ее нет И проблему Так сказать Как лишнее население Уничтожить Ну и Контроль населения А также продуктовых Так сказать Всех цепочек То есть Начинают производителей Под контроль взять И монополизировать Чтобы 5-7-8 компаний В мире Правили И ели люди то Что они хотят Но вот такие рупоры Будут говорить И проводить Их идеи в жизни Прекрасно Ну и в заключении К сожалению Зачастую У местных жителей Этот продукт Находит непонимание А лишь протесты Понятно Они пытаются Уничтожить Свои же плантаты Идиоты Понятно Люди Которая суммировала Более 500 Серьезных научных исследований На протяжении 25 лет Не выявила Никаких Побочных эффектов От выращивания И употребления Я просто в шоке Я просто в шоке В свое время В Советском Союзе Генетика была запрещена Как продажная девка Империализма На ряду Кстати с кибернетикой И именно поэтому Мы сейчас едим Зарубежную сою Зарубежную кукурузу И многие другие продукты А надо мол свою Как в Белоруссии Тот же Стерлигов прав Уже коз Геномодифицированный Геном человека Уже делают Ну так не служит ли Этот товарищ Вот этим корпорациям Которые продвигают Все это Ну судя по всему Я думаю да Ты генетически модифицированный Если мы с вами Начнем Как например В соседней стране Запрещать выращивание Это в России Власти надеются Сделать отечественные продукты Одними из самых чистых В мире С точки зрения технологий То это приведет к тому Что продукты Из всех стран Которые вкладывают Большие деньги В генную инженерию Будут более дешевыми Более качественными Более свежими Да вы хоть Вы бесплатно Их сделайте Вы хоть бесплатно Завалите Нормальный человек Это не будет потреблять Если он заботится О своем здоровье Своих близких И слава богу Что Россия Действительно Выполняет Вот это Что называется Такое Сакральное Своё предназначение О чём Говорили Ну вплоть до Там я не знаю Индейцы в Северной Америке Там уже Сеппу Хольстера Который мне это рассказывал Например Да в частности И так далее И Гетгер Кейси И прочее То есть всё Что возрождение Я надеюсь Что здравый смысл Победит И действительно Мы не уничтожим Свою планету Мир в котором живём В угоды кучке Сволочей И Большей части Предателей Своих же народов Которые в разных странах Есть предатели Или придурки Которые повторяют за ним Или предатели И мы не пойдём на это И вот последнее Давайте послушаем Товарищи И я заключительное слово скажу Придя на наш рынок Эти продукты Разрушат Наше сельское хозяйство Для того Чтобы получить Преимущество В современном мире Как и для сельского хозяйства Как и для остальных людей Наоборот Необходимо не бояться Необходимо Приветствовать Эти изменения Выращивать эти продукты Трансгены И стремиться Занять ключевые позиции На этом рынке Молодец онлайнер Ну что ж дорогие друзья Вы разумные люди Вы всё слышали Вы поняли Что это за человек Видимо Также вы Сопоставив разные вещи Наверное И факты Сможете теперь Ответить Особенно вот белорусы Кто меня просил изначально Вот женщина одна написала Я и вам И многим другим Таким вот собственно Своим видео ответом Пояснил Что К чему Откуда ноги растут И Всё это взаимосвязано Поэтому те люди Которые против Там сыроедения Здорового образа жизни Которые пытаются Извратить Опоганить Ахаять Они будут предлагать Немногие Якобы аргументы Которые конечно Не подтверждаются ничем Безусловно Они не научны Они никогда не приведут Ни одно доказательство Они будут говорить О каких-то исследованиях Непонятных Они будут говорить О кроманьонцев Неандертальцев Они будут говорить О том Что геномодифицированная Продукция полезна Чтобы ликвидировать голод Который якобы есть Что это всё во имя вас То есть Для вашего блага Всё делается Дорогие товарищи Вы сами себя грызите Убиваете Так сказать Опускаетесь морально Пейте Курите Всё что угодно Нет Ну кто-то про это Не будет конечно говорить А кто-то и говорит Потому что всё для вашего блага О Министерстве здравоохранения Позаботится Надо видеть Как Как Россия плохо поступает Что геномодифицированное Не разрешила Ну зато мы тихой сапой пройдём То есть Корма для птицефабрик Для свиноферм Комбикорма Туда-то ведь Входят в состав Геномодифицированная Соевая мука Кукуруза Но До юра Такие корма Не считаются Геномодифицированными А значит что А значит Их можно продавать И люди считают Негина Но к сожалению Волновая генетика Наука Есть Мы же знаем Что вода имеет Память Информацию Это то же самое Просто Изучите Товарищи дорогие Чтобы Не позволить Себя обмануть Чтобы Не дать Мерзавцам Вот Уничтожить Нас Отдельно взятых Нас Людей Семьи наши И наши Будущие поколения Да Давайте Этому Воспротивимся И не позволим Ну а теперь Я думаю В завершении Единственное Я сделаю Маленький анонс Ну а вы уже Скажите Кстати Поставьте Своё Свои отзывы О данном Видео Что я сейчас Записал А анонсы Будут Ближайшие Я сделаю Обязательно Лекции О долгожителях Кстати Вот например Я сделаю Ну вот Маленький кадр Сейчас вам покажу И вот Об этом Я нашёл Архивные Тоже очень уникальные Старые Видео И вот посмотрите Дорогие друзья Маленький кусочек Что называется В завершении Маленький кусочек Вы видите Сейчас Столетних И более чем Сто лет Людей Обычай Такой был Ребёнок Рождается А теперь Внимание Этим Лихим Джигитом Давно Перевалило Застолье Нормально Да Ну хорошо На этом Мы остановимся Так вот Я вам Расскажу Ещё О интересных Очень Видео Помните Про Мой последний Фильм Абхазия Долгожители Да Где Так сказать Вплоть До Людей Приводились Примеры Людей До 140 46 Лет В следующем Будут Ещё Более Интересные Примеры Реальной Жизни И будет Аналитика Моя То есть О причинно-следственных Связях Столь Долгой Жизни Чтобы не было Никаких Верований Никаких Заблуждений А каждый Человек Понял Какие есть Положительные Какие есть Отрицательные Факторы Которые Приводят Либо К более Долгой Жизни Либо К менее Продолжительной Жизни Ну а то Что Что было Сегодня То что Я не мог Не сделать И наконец-то Всё-таки Записал Это Не менее Важно Потому Чтобы Понять Ведь это Жи тоже Факторы Которые Приводят Так вот Геномодификации Трансгенные Организмы Созданные Новые Если Ими питаться Нарушается Что называется Программа Нарушается Воля Что называется Творца Природа Или богов Бога Как хотите Кто во что верит Но это Факт И то Что это Происходит Уже на буквально Втором поколении То что будет И с вами Если вы будете Это есть Это проверено Мной на моих К сожалению Так получилось Подопытных Животных У других На других Так вот Давайте не позволим Этому эксперименту А результат Его известен уже Делать Ставить на нас Пусть на себе Сволочи делают Эксперимент И В завершении Последнее Хочу что пожелать Ну во первых Всё таки Здравомысли Это главное Действующее Руководство К действию Что должно Руководить Любым нормальным Человеком К принятию Тех или иных Решений Давайте мыслить Критически И Мыслить природно Природа Всё предусмотрела И всё создала Мы люди Извратили Уничтожили Изгадили Если мы Не будем Зацикливаться На своих желаниях Пристрастиях Каких-то Кулинарных Иных Не будем Фантазировать Извращаться Глумиться А будем Смотреть Только на вот эту Открытую книгу Живой природы Это и есть истина Смотреть Как есть в природе Почему Для чего Зачем И насчёт питания И насчёт всего остального То мы должны И будем Прекрасно понимать Как когда-то Понимали наши предки Которые жили Не меньше Как нам сейчас говорят А гораздо больше Нас современных Это самой развитой Медицины Представителем Явной которой Классической Такой академ науки Является вот той Человек Про который я говорил Почему это всё Взаимосвязано Ведь вообще Всё то что я говорю В своих лекциях Разных На разные темы Начиная от Органического земледелия Лечения болезней Здоровья Экостроительства Вы думаете это разное Это всё звенья одной цепи Я понимаю этот мир В целостности Как он есть Я пытаюсь донести В разных своих лекциях Поэтому я Жалею что некоторые люди Как мне кстати Некоторые уже начали писать Ой как жалко Что я сначала Из-за какой-то рекламы Там поддавшись на это Аллергия Или человека возникло Как про рекламу Чего-то речь пошла Я не смотрел Ваши вот другие лекции Теперь я буду смотреть Смотрите Потому что это Ну не мне будет От этого хуже Что вы не посмотрите А вам Потому что возможно Вы увидите Поймёте Узнаете то Что поможет вам улучшить Изменить свою жизнь К лучшему Ведь моя главная мотивация Это Ну безусловно Я надеюсь на то Что победит в каждом из вас Из нас Здравомыслие И важно сохранить Какой бы нации Мы бы не были Свою народ Свою национальность Обычаи Свои культуры Потому что без Сохранения и культуры И обычаи В том числе Начинает Так сказать Во всех проявлениях Да Ее То мы конечно Как народ Обречены А это нельзя допустить Потому что только для врагов народа Для тех самых Транснациональных корпораций Властителей мира Мирового правительства Как хотите назовите Вот для них важно То чтобы из людей Из народов Сделать общий человека Толераста Всякого так сказать Который будет терпеть Все что угодно И молчать И жить И есть Все что им подсунут И думать Как им скажут Думать Вот Будут думать Что это правда Они думают На то и есть такая Методика Называется Беструктурный метод управления К чему мы В той или иной степени Все Подверглись Прокатились Через эту матрицу Давайте из нее выходить Давайте будем Здравомыслящими Разумными Людьми Которые Так сказать Хотя бы задумаются Над тем Для чего мы живем Как что мы после себя Оставим Какую память Жаль что эти люди То ли они бездушны То ли они так Продажны Что за деньги Деньги неплохо Деньги нужны Для нормального человека Чтобы Воплотить свои идеи Мечты Чтобы создать Какие-то производства Какие-то технологии Которые помогут И человеку И природе жить Не убивая друг друга В гармонии И для каких-то еще целей Но если это самоцель Чтобы жировать И просто Паразитировать На теле других Простым способом Какие они могут А другими И просто у них Работать трудом Тяжелым не получится То вот это люди Конечно Называть их таковыми Нельзя И к сожалению Есть такие люди Среди науки Они понимают Что им проще Языком махать И что-то делать Лаборатории Что у них получается Чтобы что-то создавать А за это им деньги Будут платить И не важно Что они создали И к чему это приведет Но вот это Конечно допускать нельзя Ну что ж Делать выводы Каждому Оценивайте данные Видео Поддержите Мой канал Если вам Понравилось Если вы считаете Это нужным Ставьте так называемые Лайки Пальчики вверх Я их называю Ну а если кто-то Захочет поставить Пальчик вниз Всегда находится Несколько человек Которые ставят Причем некоторые В самом начале Они следят Ненавидят И ставят А все-таки Перешагните Через свою Гордыню Или глупость И напишите Почему Вы поставили Только обоснуйте А не так просто Найдите слова Аргументы Как если вы Разумными людьми Себя считаете Ну и Для всех остальных Поддержите Канал И чем больше будет Подписанных На мой канал Людей Тем быстрее Создам еще Более интересные Ролики И может быть Телевидение Даже свое Создадим Будем приглашать Очень интересных Людей Экспертов Честных Порядочных Будем показывать Как идет Жизнь где-то В глубинке О каких-то Интересных Хранителях То ли иной Информации Традиции То есть Будут разные Новые Появляться Подразделы Поэтому Я думаю Будет это Всем интересно И Поддержите То есть Подписывайтесь На мой канал Распространяйте Эти видео Другим Советуйте Смотреть Друзьям Знакомым Коллегам По работе Ну и Все мы Наверное Изменим Мир к лучшему Каждому из нас Это зависит Давайте помогать Друг другу Все вам Самое лучше Дорогие друзья Увидимся До новых Фильмов До новых встреч